Христос Воскресе! Христос Воскресе! Христос Воскресе! Христос Воскресе! Христос Воскресе! Всех вас, братья и сестры, поздравляю с Воскресным днем Малой Пасхой! В имя Отца и Сына, и Святаго Духа! Аминь! Аминь! Сегодняшнее слово, братья и сестры, я хотел бы обратить ко всем чадам нашей Русско-Православной Церкви и Царской империи. И поговорить с вами о таком важном вопросе о взаимоотношениях тех, которые сегодня назначены на должностях, епископы, священники, князья, игумены, игумени и их подчиненные. Почему у нас часто в наших взаимоотношениях, в нашем общем служении появляются какие-то непонимания, несогласия, искушения и смущения? Вот, милостью Божией, если Господь меня благословит, хочу вам, насколько я понимаю, мне Господь подал разъяснить причины вот таких наших несогласий и смущений. Но прежде всего, дорогие друзья, хочу у всех попросить прощения. Может, кого-то я или словом, или девом, или своей гордостью, своим тщеславием кого-то соблазнил, смутил, оскорбил, или кого-то не пожалел, не утешил, кому-то слово доброе не сказал, на звонок не ответил, на сообщение не ответил, где-то, может быть, забыл о ком-то, меня что-то спрашивают, я забыл, загонялся и забыл. Поэтому, братья и сестры, прошу прощения, что приходится вам иногда от меня терпеть вот такие всякие и грехи, и немощи, и страсти, которые от меня влазят по гордости, по тщеславию, по самолюбию, во всех прошу, братья и сестры, прощения. Я всех прощаю, и пусть Господь благодатью Свою помилует и простит всех нас. Аминь. Давайте, братья и сестры, с вами поговорим, почему у нас людей, которые, казалось бы, служат Богу, Царю, Церкви, Отечеству, делают одно дело. Но вот возникают эти смущения, несогласия, прислушения и так далее. Во-первых, конечно, смущение может быть как и от начальствующих, епископа, егумений, так же могут быть и от послушников. От кого идут смущения, конечно, нужно разбираться. И Господь подсказывает через нашу совесть. А сейчас я немножко вам разъясню некоторые такие моменты, плоды, по которых можно понять, почему, где мы и как пустили врага между нами. Первое, что хочу сказать. это, когда Господь через помазанника, через археи, кого-то назначает на должности в царской империи, или на княжесть, или на игуменство и так далее, то, или когда Господь ставит епископом человека, первое, что он должен понять, что это еще не означает, что поставить человека на какую-то должность, Господь ему подал уже все дарит. Он только начинает свое дело, свое служение. Еще много ему пристыг потрудиться, или ей, или сестре, на этой должности, в этом служении, в этом послушании. Поэтому, что ни в коем случае нельзя говорить и от кого-то требовать. Нельзя, не нужно и не полезно никому напоминать, вот я епископ, я егуменея, ты должна мне слушать, ты должен мне слушать, ты не имеешь уважения ко мне, и так далее, и тому подобное. Нельзя так говорить. Это дух самолюбия, это Бог не угодно. Конечно, от таких слов будут смущения. если человек уже став на должность и хочет от кого-то уже требования, и требует послушания, уважения, благодарности, и так далее, то это уже действует здесь враг, братья и сестры. Потому что поставив нас на должность еще не означает, если ты егуменея, или ты епископ или князь, Господь еще не подал твоим послушникам, подчиненным, доверие и уважение тебе. Если Господь не подал доверие к тебе и уважение, то почему ты это требуешь? Это дар Божий. А чтобы заслужить доверие подчиненных, нужно еще потрудиться, нужно еще так пожить, потрудиться, послужить, чтобы люди увидели человека. Да, это действительно раб Божий, который Бога служит, Бога любит, его можно, его действительно нужно уважать, слушать и так далее. То есть доверие, да, начальствующим, это также дар Божий. Оно не приходит автоматически. Вот я по опыту скажу. 21 год, так промыслом управлял и стал священником. Пришел на приход молодой батюшка. Вот. А люди, конечно, там разного возраста и по 50, по 80 лет. И что, вы хотите сказать, сразу люди мне начали доверять? Во всем и слушать? Конечно, нет. Нужно было года, чтобы люди начали мне доверять. Я это понимал, читая святых отцов, я понимал, что нельзя, у кого-то требовать что-то. Просто служи Богу, делай свои дела, а стой, стой, стой. Вот так и старался делать. И сразу люди, конечно, мало кто так доверял, слушал, но потом, когда люди видели, что батюшка усердствует, Бога любит, Бога служит, стараясь, чтобы была и молитва, и богочиния на приходе, и о людях заботиться, и так дальше. Итог, люди потихоньку подникали доверием. И что бы вы думали? Вот, некоторые люди ходили на исповедь ко мне три или четыре года, только или на четвертый, на четвертый год начали открывать свои грехи. Понимаете? Всякие такие непостыдные, такие, которые было стыдно открывать. Понимаете? Три года ходили на исповедь, причащались, но грехи не открывали. Открывали только такие, знаете, ну где-то там порвался, никто сказал, такие вот, как у всех. А вот какие-то постыдные грехи, блудные там, например, да, не открывали. А вот только через четыре года, три-четыре года им потребовалось, чтобы проникнуться доверием к священнику, да, уже открывали их на исповедь. Вот и мы, братья и сестры. Если ты князь, если ты и гуманин, ни в коем случае не требуй и напоминай, что ты кто-то есть. Нельзя. Это дух самолюбия. Если Господь не подал доверия, повторяю еще раз, по своим подчиненным, то нельзя требовать, если я этого Господа не подал. Смиряйся. А кто такой? Епископ, и гуманин, князь. Господь показал на тайной вечере, помните, как он встал, припоясался и мыл ноги ученикам. Что он показал Господь? Помер, умирение. И что Господь сказал? Что я между вами, как служащий. Вот. Кто такой? Епископ, и гумания, князь. Это служащие. Это те, которые должны служить. Это в МП, в УПЦ, там в официальных храмах все перевернулось, да. Вот епископ, там на вершине пирамиды, и давай, все, преклоняйтесь ко мне, все мне подавайте, все за меня делайте, и так дальше. А в церкви истинной Христовой совсем не так. Епископ, чем выше человек, тем он больше должен отдаваться людям. Вот так должно быть. Христос шел на Голгофу, всего себя дал. И все, кто хочет жить и служить по Христу, также должен быть идти этим причем. Если люди видят, да, человека на должности, который себя отдает, жертвует ради людей, конечно, Господь и подаст людям доверие. Вот такой дар подаст. И уже не нужно будет требовать. А люди будут доверять, любить, уважать, ценить. Вот. А если будем требовать, я игумания, я князь, я епископ. Смирно. Буду слушаться. Внешне, понимаете, будет лицомерие. Христос будет воспитываться. Вот такой дух христос, такого послушания, воспитываться как раз в эти храмы, где мы много лет ходили. Они все наподнялись ереси таким духом. Сарская империя по-другому, братья и сестры. Здесь должен быть дух любви. Дух себе, когда приходит, он предусмотрение, любовь, понимаете? Жажду послужить другому, а не желание, чтобы мне послужить. Вот и потерпите, послужите, потрудитесь. Вот. Посмиряйтесь. Потому что, если человека поставят на должность, он сначала попустит, человек и людей скажут, придут и скажут, вот какая ты игумания? Какой ты князь? Какой ты епископ? Посмешишь еще. Не епископ, а не егумания. Понимаете? Господь специально таких людей подойдет, и чтобы нам, мы осознали и смирились. Вот если смиримся, вот тогда Господь будет позвать далее. И еще спрошу вас, есть заповедь в Евангелии, чтобы мы требовали от кого-то любовь? Есть заповедь? Требуйте любви от ближнего. Есть такая заповедь? Нет такой заповеди. Есть заповедь? Любите друг друга, да? Будьте милосердны, да? И так дальше. А вот заповедь, требуйте от другого любви к вам, такой заповеди нет. Это мы по такой падшей нашей природе требуем от друг друга, от других, для себя что-то. По гордости, самолюбии. А такой заповеди нет. Господь, когда пришел, Он ничего от никого не требовал. Он служил. И люди, видя эту любовь к Господу, сами проникались в любовь к Господу и доверие. Каким мы должны идти? Трудиться служить Богу, как умеем, как Господь нам подал силы, таланты. А люди, как будут к нам относиться? Это как удастся. Подаст Господь доверие? Будут доверять нам. Подаст уважение? Будут нам уважать. Подаст благодарность? Будут нам благодарны. Вот. Это очень важный момент. Если этого человек не поймет, который стал на должность царской империи, он с этой должности рано или поздно уйдет. Потому что таких гордых фарисеев Господь не потерпит. Дальше, братья и сестры, что мы должны еще узнать и понимать? Скажу еще за послушников-послушниц. Бывает так. Нам дают какое-то послушание. И вот от этого послушания у нас идет смущение. Допустим, Илумания дает сестрам послушание. Или там епископ дает какое-то послушание. И вот человек услышал, что ему такое дают. И у него начинается смущение. Сразу не поймешь, от чего это. Или это от епископа такое смущение, потому что он такое что-то не туда дал. Или это от послушника. Как выйти из этого положения? Смущение всегда нужно открыть. Всегда. Если мы этого не откроем, то послушание не будет послушанием. Оно всегда будет перемешано каким-то недобрым. И Господь этого не примет, послушание с таким вот духом смущения. Если это смущение идет от начальствующего, то нужно подойти и сказать. Матушка, вы и вы мне, я вас послушаю как старший. Это моя обязанность. Но скажу вам честно, у меня идут смущения от вашего такого слова и послушания. Так честно сказать, что от сердца. Если вы это подойдите и скажете, а потом подойдите на послушание, то здесь будет уже Господь действовать. Если на вашей стороне правда, Господь заступится, покажет нас, матушке, старшей илумении. Суд ей подаст. А если правда на стороне илумении, то вам Господь суд подаст. Понимаете? Вы только откройте. То есть смущение. Бывают разные. Бывает, да, действительно, что-то ступает, кому-то скажешь. Сделай. И кто-то смущается. Подходит человек. Говорит, вот Владыка. Такое время. Не знаю. Хочу исполнить послушание. Внутренное сердце вот такие вот недобрые чувства. Начинаем выяснять, кто виноват. И Господь показывает, кто. На ком правда нужен. Если оно идет от послушника, оно останется в нем. Это смущение. Останется. И Господь подойдет 7 суток. Ему будет нехорошо от этого. Но и Господь быстро это все врачует с помощью слова епископа или старшего иллюминия. А если будет епископ виноват или иллюминия, то Господь будет с его словом все работать. Понимаете? И все быстро встанет на свои места, братья и сестры. Также, что хочу еще сказать по этому поводу, братья и сестры. Что у нас в царской империи, конечно, все мы чувствуем, кто в большей мере, кто в меньшей мере. Что мы не достойны этого служения, на которое Господь наставил. Но Господь ставит не по нашим заслугам, совсем не. По каким критериям Господь ставит человека в царской империи на какие-то высокие послушания. Кто-то подумает, кого-то поставили на должность. О, значит, я заслужил перед Богом. Я сразу меня Господь поставил. Что это такое? Это дух самолюбия. Ничего тебе еще не заслужили. А почему Господь тебе поставил? А потому, что Господь знает, какие тебе дары дал и таланты. Господь тебе дал 15 талантов, поэтому тебе поставил на должность. А ей, Галине или Светлане, Господь дал три таланта. Таланта послушницы. А тебе дал талант такого. Поэтому и тебе поставил. Не потому, что ты что-то перед Богом значишь. Нет. А для того, чтобы ты на этой должности как раз смирилась. Познала самого себя или саму себя. Чтобы, общаясь с людьми, все то внутри гнилое, которое мы перед людьми стараемся спрятать, оно вылезло наружу. Поэтому сейчас Господь на должность ставит человека, для того, чтобы все обнажилось его, то, что он вскрывает и от Бога, и от людей, и от самого, и от самого себя. Для Господа главное, чтобы человек сам познал себя, пришел в смирение, нищету духовную. А люди привыкли по-мирски смотреть на должности, по-фарисейски, что если уже на высокую должность, то уже самый такой, самый, самый. Нет. Просто Господь каждому определяет разные таланты. Дал тебе больше талантов, вот и ставит тебе. Но если ты принесешь, тебе дал 15 талантов, ты принесешь 5 талантов. Господь скажет, а где 10 талантов ты потеряла? Ты больше потеряла, чем приобрела. А кому-то Господь даст один талант, и он второй приобретет. Он 100% делает, понимаете? Господь тебе лучше поставит царство и невеста. Господа своя мера, а мы судим мирским таким взглядом, фарисейским мирским пониманием. Господа своя мера и свой суд. Как говорит Господь, что высоко пред людьми, то мерзко пред Богом. Вот. Поэтому на послушание, на должность нужно смотреть, как на крест, на колгофу, на служение, понимаете? Чем человек выше, тем больше нужно отдаваться другим. Вот как пример наш государство Ребаточка. Он о себе совсем не думает. Он думает только о людях, о церквях. Но в первую очередь, конечно, о возлюбленном Господе. И старается полностью себя отдавать, без всякой выгоды. Вот он пример для всех, для архиереев, для служащего Отарю Господню. И для всех, и князей, и руманей. Вот есть кого, к примеру, брать Господь поставил. То, что мы видели раньше в ЗМП, ЛПЦ и других официальных церквях. Мы там видели начальствующих. Как правило, одни соблазны. То, что людей просто обходило от веры, от церкви. Какая-то там роскошь. Какая-то там просто разнузнанность, распущенность, пьянство. Все, у человека угодие сплошное. Понимаете? Это все совсем не располагало людей к началу. Поэтому эти епископи отступили. Потому что думали не о пасхане, о Господе, а о себе думали. И враг их увлек. Вот ересь. И они все подпали под глаз антихриста. И люди тогда приедут. Господь в царской империи все возрождает по-другому. Так это должно быть. Конечно, все идет через скорбь, через потрясения, испытания. Часто огненные испытания, сильные скорби Господь опускает. И часто так бывает, что Господь смиряет человека на какой-то высокой должности перед всем миром, перед людьми. Чем выше гордость, тем больше Господь посылает скорбь. Бывает и тем более унижает Господь. Это все для нашего спасения. Господь в Евангелии сказал, кто себя возвышает, тот будет унижен. Поэтому берегитесь этого духа, самолюбия, возвышения. Обращаюсь в первую очередь к епископам, к князям и гуманям, тем, кто на должности нас поставлен. Берегитесь этого. Вы еще никто. Вот если Господь подаст к вам доверие, любовь от пасты, от послушников, уважение, тогда это уже другое дело. Конечно, не ответственность особо будет. Когда я кому-то даю послушание, но и люди не слушают. Ну, значит, я себе так говорю. Ну что, ты не заслужил, что тебя весь слушали? Что ты от кого-то что-то делаешь? Как раз все по правде Божией. Что ты себе возомнилась сегодня? Почему мы тебя должны все слушать? Ты так себе говорю. Вот на это пока. Господь тебе показал, что тебя не послушали, потому что ты Господа не послушал. Ну так, если бы я говорю, я успокаиваюсь. Всюду всякие ходят мимо с Божией. А если я говорю, и меня слушают, то мне даже страшно становится. Думаю, а как это? Если бы я был на их месте, я бы точно себя не послушал. Я удивляюсь доверием. Как так? Ну, видно, что Господь дает. Я тут при чем? Если не при чем. Все Господь делает. Если я вас преподаю доверие, то какая же ответственность на мне? Вот. Я прихожу в страх и начинаю себе более сильнее возбуждать на служение людям, церкви и Богу. Вот так, такими мыслями я стараюсь себя. Делюсь я с вами, братья и сестры. Вот поэтому, послушались ли вас? Не послушались? Все от Бога. То есть, верующим и все, споскошаясь от блага. Если мы дали послушание, а нас никто не послушал? А сказали, мы делать этого не будем? Да? А ты себе как хочешь? Ну что? Прямо от Господа какое? А что ты еще не заслужил? Не заслужила, чтобы тебя слушали? То трудись, закатывай рукава и сам иди. Я так и делаю. Все сказал, делали все, закатывай рукава и иду. Мою, чищу и так дальше. Так и делал. А когда люди видели, что батюшка работает, а мы не работаем. Или владыка работает, а мы уже стыдно становимся. Все. Мне батюшка, мне владыка. Все, мы сами. Мы сами. Все поняли. Понимаете? Нет, это дело не с обидой. А ладно, вы такие всякие ягоды. Нет. Я старался вот так вот воспринимать, что значит Господь, ну, не подавим. Понимание и послушание. Что я буду требовать от Господа. Ой, от них. Потому что Господь им не дал. Если в лимоне сока, сока там напреди на 20 грамм, то как я могу выжать из лимона, допустим, 100 грамм сока? Не могу никак. Понимаете? Если бочка пуста, или банка пуста, и туда никто ничего не налил, то как я могу с этой банки от нее требовать воду или еще что-то? Вот так и Господь. Так и вы все говорите. Вас не послушали. Если Господь не дал, то что я буду требовать? Буду с ума делать, начну делать, Господь не оставит. Вот видя наше смирение, все Господь подает. Именно видя наше смирение. А где проявляется самолюбие наше? Вот там, конечно, идут смущения. Самолюбие, гордость от возвращения. Еще такой момент. То, что вы поставили нас на должности, там и гумни, еще кого-то. Некоторые уже начинают всех учить направо и налево. Ты делай то, это нужно так, это нужно сяк. Учить людей, это тоже нужно иметь благословение. То, что ты на должности, это только епископство. Обязывает человека уже, или священник, да? Уже обязывает человека учить, наставлять. В каждом своем мире. Вот. Но еще такой момент. Если люди к нам еще не прониклись довериями, если они еще нам не доверяют. Как мы будем кого-то учить? Это будет просто грохом к стенам. Это будет писем перед сведением. Понимаете? Вот. Господь подает, если человек вот так старается по духу смирения от Бога служить, чувство, люди доверяют или не доверяют. Если я вижу, что мне не доверяют, как епископ и пастор, я ничего не говорю человеку. Иду пока, все это сам способы. Если Господь какую-то обстоятельство так подаст, что я вижу, да? Ладно, что рассказать. Вот. А так сразу у каждого ты делай то, ты делай все. Я же вижу, что многие не доверяют мне. Что я буду говорить кому? Каждый сам себе на уме. Много не читан сегодня. Начатал со святых отцов. Правила благочестия, жития святых. Все такие умные, разумные. Что кого-то учить? Я не подхожу, ничего не говорю. Вот. Зачем? Вижу, что не доверяют человеку. Тем более Ивуменем или князьем. Если люди нам еще не доверяют, как начальствующим. Как мы можем кого-то учить? Мы кратко просто. Да, мы должны, что сказать так, по-краткому, коротко. От им не царя батюшка, от им не епископа, от и дальше. От себя никакой не нужно учить. Вот. Не нужно. Нельзя. Нужно их иметь от благословения. Кому устают, откуда их благословения? Те, которые смиряются. Те, может быть, без смирения. Вот. Такие секреты, братья и сестры. У наших взаимоотношений их начальствующих и подчиненных. Вот. И то, что еще начальство, еще не означает, что он будет выше перед Богом. Совсем нет. Святые отцы, например, Ефрем или Исаак Сирин, не помню. Говорят так, что воздаяние Господи будет подавать не по количеству дел, молитв, поклонов, постные дни и так дальше, а по мере смирения. Вот. Острый мир. В мире смирения. Именно так. Потому что люди, которые берут на себя какие-то подвиги, много молитв, других там дел, вот, самочинно, без благословения, они падают в самообращение. Они не будут на себя. Только и Богу противно. Лучше делать мало, зато со смирением. Это будет высоко пред Богом. Чем делать много, но с гордостью, что ты что-то есть. Как Богу противно, как и фарисейство. Господь это отвергнет. Мы все знаем слова, зато в Писании, апостоле о Каварифе. Господь гордым противится, а смиренным смирным он отдает. Вот и вы, братья и сестры, идите путем смирения. И я вам говорю, идите путем смирения, я сам этого не имею. Ну, как по должности своей, я должен вам об этом хотя бы напоминать. Посмотрите, вот там прочитайте, вот там посмотрите. Но, простите, показать я такого не могу. Только с меня всякая лезет гордость и славие. Но это для того, братья и сестры, чтобы Господь вас начал смирение. Если бы Господь поставлял на должности людей святых, то кто бы смирение учился? Кто бы не научился смирению? Он бы всех влюбил, он бы всех обнимал, все добре было. А раз ставят человека, такие грешные, как я, то вы должны смирение проявить, чтобы смириться, чтобы не осудить, чтобы не обидеться и так дальше. Вот чего Господь премудрый, понимаете, братья и сестры. Вот такие тонкие и важные вещи, которые мы должны, насколько можем, понять. Все, конечно, не разъяснишь. То, что мне Господь напомнил, то, братья и сестры, вам сегодня и рассказал. Поэтому смиряйтесь, в первую очередь. Смиряйтесь, и вас Господь высоко поднимется. Но также нужно, если Господь поднимет высоко, так придет еще более сильный враг и будет человека искушать. А чем в первую очередь? Господь, 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 Славь. Так к Макарии Великому Бес подошел и говорит, Макарий, ты мало ешь, я совсем не ем, ты мало спишь, а я вообще не сплю. Но не этим ты меня победил. А Макарий спрашивает, а чем же? А Бес говорит, ты победил меня в смирении. И тут Лукавый Бес хотел, чтобы Макарий возгравился с ним с нырением. Понимаете, как все лукаво? Как все тонко лукаво, братья и сестры. Поэтому себе не доверяем. Всегда стараемся только себя укорять. Я желаю всем вам от Господа в первую очередь Духа сокрушения, Духа покаяния и Духа моего. Если Господь вам это подаст, то все другое потихоньку придет, что нужно. А без Духа сокрушения, без Духа смирения, без Духа молитвы, то ничего не будет. Ни смирения, ничего не будет. А человек будет думать, что он собирает, но на самом деле будет раскачать. Он внешне будет благочестив, как фарисей, а внутренне будет думать перед Богом. Будет подобный сатане, потому что мнита себе. Других будет осуждать, а себя возвышать. Знаете, есть такое выражение, святой сатана. Слышали? Святой сатана. О ком говорят такие слова? Это человек, который много знает. Он много насчитал со святых отцов, святого писания и всех исправляет. Вот ты сделал не так, а ты не то достал, не то сделал, а ты не ту молитву читаешь. А нужно так, а нужно сяк. Вот такой человек со всех требует. И возле него все в таком напряжении. И, конечно, идут смущения от этого. А к себе он такой человек? Конечно, он к себе поблажки делает. И внешне он от других требует, а сам и, как говорит Господь, говорю фарисеям, и пальцем не трогает. Вот это и есть сатана, как бы человек, да? Сам по духу, по внешне как бы стрято с этого, другие требуют. А по духу — сатана, потому что все от него, никому не добре его присутствие. А вы старайтесь, братья и сестры, чтобы в вашем присутствии всем было добре. И в самом конце своего слова скажу вам, чтобы вы не старались казаться перед другими добрыми, благочестилими. Это все очень слабо. Не кажитесь, а будьте такими. Будьте искренними для Бога, для людей. Вот. Браг внушает такие мысли. О, что скажет мне брат, сестра, что люди мне скажут? И начинаем себя подстраивать под кого-то. А мы под что подстраиваем себя? Под свое понимание, что они думают, да? Вот мы думаем, что мы знаем, что думают о нас люди. А мы не знаем. А мы решили, что мы знаем. И начинаем под это такое понимание, под этот трафарет себя впихивать и, соответственно, себя вести. Это трафарисец, это тщеславие. Это предболомерзко и низко. Нельзя. Будьте искренними. Будьте. Самим собой будьте. Но если вам укажут на какую-то погрешность, искренне постарайтесь попросить прощения и справиться. Понимаете? А казаться такими несомерными добрыми, которые на самом деле вы не есть, не нужно. Лучше пусть проявится то, что у вас есть. И Господь вам это укажет. Ведь зато искренне, когда и Господь это укажет, вы искренне поймете, то и Господь подосил их и справиться. А если все будете казаться добрыми, тема в самом деле вы человека не любите, а будете говорить, как неприятно тебя видеть. А на самом деле это человеку неприятно. Лучше промолчить. Просто попросите прощения и все. Доброе слово скажите. Но если у вас такого чувства нет, то лучше не говорить. Это перед Богом глуканство. Господь все видит, Господь не обманет. Понимаете? И так дальше тому подобное. Будьте искренними. И будьте сами собой. И идите путем смотрения. Ни от кого ничего не требуйте. Только от семья. Послушники, послушайтесь старшим. Те это на должности. Старайтесь старше. Показывайте пример. Послушание и служение. Тогда я вас буду слушать. И все тогда пойдет в царской империи добре. Потому что будем все по Богу служить. По закону западным Божьим. Они по всяким этим кажущимся нам правилам благочестия. От ад. По самом деле отравленным духом саморода и так дальше. Помоги всем, Господи, братья и сестры. Умоли нам Богородицы. Нашего Государя Владыка Иисусимы. Устоять. Не только устоять в вере. Но и послужить Богу своим сердцем и душем. И принести плоды духовные. Кто? Тридцать. Тридцать крат, то шестьдесят. А наш старый батюшка просит, чтобы все в сто приносили. Вот и и старайтесь. А до вас, во Бого, себя не жалейте. Помоги всем, Господи. Пристос воскресе. Бои Иисуси.